Всем привет! Меня зовут Денис и вы смотрите новый проект национального телевидения И сегодня в выпуске вы узнаете Всем известно, что признанный лидер в области робототехники это Япония Сегодня их роботы выглядят, двигаются и разговаривают так, что порой их невозможно отличить от людей Так и кажется, что будущее из фильма «Я робот» с Уиллом Смитом станет явью Когда процессор машины, словно мозг человека, сможет по-своему интерпретировать задачи И это приведет к непоправимым последствиям Однако ученые все же считают такое невозможным У роботов, говорят они, нет мотивации Они лишь выполняют действия, записанные в программе Строить прогнозы не наша задача, оставим это специалистам А мы расскажем о том, что робототехника развивается сейчас семимильными шагами И популярна она не только среди взрослых ученых, но и среди детей и подростков Доказательство тому Всероссийской Олимпиады робототехники, в которой приняли участие более тысячи детей Самому молодому городу в России в этом месяце исполнилось три года Пока он очень мал, но здесь уже есть университет, спортивный центр, технопарк и несколько жилых домов Живут в нем люди, полные свежих амбициозных идей и жаждущих их воплотить И имя этому городу Иннополис В перспективе он должен стать центром России в области информационных технологий прообразом города будущего Например, сегодня по нему курсирует автобус, который не загрязняет окружающую среду Вместо люка от бензобака розетка для подзарядки Шесть минут и можно ехать 65 километров, ни о чем не беспокоясь Чтобы окунуть молодое поколение в атмосферу антитворчества Было решено провести в Иннополисе Всероссийскую Олимпиаду по робототехнике Роботы, созданные в разных уголках нашей страны, заполнили три огромных этажа университета Они ездят, взбираются на горы, различают цвета, ищут выход из лабиринта и даже играют в футбол и боулинг Команда из каждого города подготовила также своего робота-исследователя Этот, например, умеет карабкаться по вертикальным поверхностям Такому малышу и горы не страшны Каждый в своей работе старался воплотить свои мечты А грезят ребята, как оказалось, о небе и звездах Например, команда из Нижнего Новгорода показала полный цикл работы одного из беспилотников Он собирал образы с планеты, привозил их на базу Тут же второй робот рассорцировал их по цвету, а беспилотник отправлялся на заправку Во-первых, это очень увлекательно Собираешь, программируешь, роботы сами все делают Наш проект поможет делать длительные пилотируемые полеты до дальних планет, например, до Марса Еще можно в будущем развить космический туризм Авдей и Данила, в отличие от большинства присутствующих, имеют своих личных роботов Удовольствие это не из дешевых, но родители посчитали такое увлечение настолько перспективным, что решили в него вложиться В Чувашии для детей создан кружок робототехники Развивается это направление и в школах В последние годы в Чувашской республике очень много сделано для развития материально-технической базы детского технического творчества Открыто 124 инженерных класса по всей республике, Центра молодежно-национного творчества Также в учебных заведениях, в частности Чувашском государственном университете, получен большой грант, кадры для региона, в рамках которого были закуплены большие промышленные роботы На Олимпиаде Чувашию представляли 50 человек на различных площадках Самые маленькие презентовали роботов-исследователей Например, такой робот может без проблем оценить уровень загрязнения на любой планете А этот по имени Роболун передвигается по сложным каменистым поверхностям Он может ездить, бурит скважины, исследует их У него есть два режима исследования Он исследует камни, это первая модификация Вторая модификация, он может закладывать в лунки, которые пробурил своим буром Какие у вас планы на будущее? Мы бы хотели сделать его, все-таки каркас из железа Ммм, серьезная заявка на победу А был уже опыт? Нет, опыта еще пока не было У меня в критерии в папочке, но безусловно, это первое и самое важное, что проект должен быть посвящен тематике Тематика Всемир Олимпиады роботов — это робот-исследователь И поэтому довольно много здесь ребят занимаются тем, что либо делают очень высокопроходимые платформы, оснащенные различными бурительными установками Там кто-то определяет уровень радиации, ну имитирует Кто-то вот был проект, который был посвящен, например, отработке химических отходов Это тоже, в принципе, можно отнести к роботам-исследователям А второе, второй самый ценный, безусловно, балл — это за автономность То есть, чтобы робот был роботом Потому что если это просто тележка, в которой нет никаких, то есть дети не написали никакой программный код Благодаря чему робот ведет себя автономно в каких-то ситуациях Как бы это не робот, это просто радиоуправляемая машинка Так какими компетенциями нужно владеть, чтобы создать хорошего робота? Надо разбираться в механике, уметь паять электронные платы, разрабатывать алгоритмы, программировать, знать основы математики, чтобы доказать, что ваш робот действительно работает и работает правильно Современные ученые и вовсе подходят к делу с позицией мультидисциплинарности Помимо технических специалистов, привлекают к работе психологов, даже юристов Например, технарь может быть вполне доволен своим роботом, если тот выполняет поставленные задачи Но человеку со стороны, который не умеет программировать, может показаться, что робот недостаточно улыбчив Или он должен приносить извинения, когда делает ошибку Ведь все роботы создаются для людей Но пока ребята учатся, их задача – освоить азы Собрать робота – только половина задачи Вторая часть – запрограммировать его так, чтобы он правильно различал цвета, поворачивал в нужные стороны и распознавал разные предметы Причем никто не знает, по какой схеме будут расставлены предметы Все определяет случай Ну, наладить робота до конца у нас времени не так уж много Налаживаем на ходу, получается Смотрим, какие там недочеты и программируем У нас есть тренировочные заезды Ошибка может быть во всем, начиная с механики, кончая с самой программы Может не сработать датчик В самой программе, получается, не те задержки мы задаем, не те повороты Ну, по-разному могут быть проблемы Я считаю, что на сегодня это одно из самых перспективных направлений В развитии IT-индустрии, в исследованиях И это как раз одно из тех направлений, где у нас есть неплохие шансы догнать Америку, Японию, Европу То есть мы идем сейчас по пути догоняющей модернизации, догоняющих исследований Мы видим, что сделали другие страны И пытаемся повторить И есть у нас такая черта общего российского, я бы даже сказал советского характера Сделать вещи еще лучше, чем они есть И мы это действительно можем Как раз то, что сейчас маленькие дети начинают интересоваться робототехникой Они постепенно привыкнут к тому времени, когда подрастут Что роботы – это часть нашего общества Это та часть прогресса, индустрии, перспектив, от которой нам уже никуда не деться То есть даже если мы будем пытаться остановить колесо истории и игнорировать роботов Они все равно уже здесь, с нами Как меня зовут? Пожалуйста, никуда не уходите Я вас сейчас просканирую Я не смог вас узнать Может быть, познакомимся Обстановка, которая в день соревнований царила в университете Явно вдохновляла на создание новых проектов Кроме огромного количества ребят, занятых своим делом Здесь присутствовали и иностранные профессора Которые уже добились определенных успехов в области робототехники Доктор наук в области эволюционных алгоритмов Джозеф Браун приехал работать в Иннополис из Канады Сможет ли Россия догнать страны-лидеров по развитию робототехники? Учитывая текущее поколение, я думаю, что это произойдет в самое ближайшее время Я также хочу сказать, что я вижу большой потенциал во многих людях, которые участвуют здесь По итогам Олимпиады двое представителей с Чувашией заняли третье место в своей категории К сожалению, этого пока недостаточно, чтобы войти в состав сборной России И отправиться на международные соревнования в Катаре Но первый шаг уже сделан, а второй будет легче Когда-то эта технология была доступна лишь военным Сегодня территория ее использования существенно расширилась Она активно применяется и в гражданской сфере Речь о глобальной навигационной спутниковой системе Или попросту ГЛОНАСС Она предназначена для определения местоположения наземного, морского, воздушного и космического транспорта Вряд ли в обычной жизни нам понадобится выяснять, где пролетает какой-нибудь спутник А как скоро к остановке подъедет автобус нужного маршрута, было бы совсем неплохо А главное сегодня это возможно В минуты ожидания кажется, что время течет очень медленно Особенно когда ты ждешь транспорт и не знаешь, подъедет он или только штат ехал и когда ждет следующего Современные технологии вошли и в эту сферу Сегодня время ожидания можно узнать прямо на остановке Информационное табло показывает прогнозы прибытия транспорта с точностью до минуты Кто же проводит все эти расчеты? Оказывается, люди в этом деле участия не принимают В транспортное средство маршрутное устанавливается вот такое устройство Называется это трекер У него есть две антенны, GPS и GLONASS Вот, соответственно, с помощью этого прибора вычисляется местоположение транспорта средства В любой точке, как говорится Данные с этого прибора посылаются на сервер с помощью GPS-антенны И мы уже получаем эти данные, выводим в удобной для нас форме И контролируем движение всех маршрутных транспортных средств Троллейбусов, автобусов, маршруток В центр диспетчеризации пассажирского транспорта информация поступает с 6 утра до 10 вечера В зоне контроля более 1000 единиц транспорта И это не предел Изначально центр создавался только с целью контроля работы маршрутных транспортных средств Чтобы услуги перевозчиков удовлетворяли потребности жителей города Но сегодня система вошла в жизнь горожан настолько плотно Что многие просто не представляют, как они обходились без этого раньше Помимо табло на остановках, на сайте buschap.ru Можно в онлайн режиме следить за каждой единицей транспорта А если компьютера нет под рукой Можно скачать на смартфон или планшет специальное приложение Как на Android, так и на iOS То на табло отображается не фактическое, точное время прибытия транспортного средства А отображается прогноз То есть в зависимости от того, где сейчас транспортное средство находится Система просчитывает прогноз И говорит, что оно должно прибыть через только-то Если в этот момент случилась какая-то авария Или сломался светофор И появилась какая-то пробка То, естественно, информация на табло будет меняться То есть эта циферка, она зависнет, можно сказать Она будет ждать, пока транспортное средство двинется Как транспортное средство двинулось Все, прогноз меняется на табло И уже отображается та расчетная цифра, да Которая отвечает данной ситуации Случается, что информация на табло не совпадает с текущим положением на дороге Написано, что твоя маршрутка должна прибыть минут через пять А она уже тут как тут В чем же причина? Сбой в программе? Некорректная передача данных? Причин может быть несколько И чаще всего они вовсе не связаны с работой программного обеспечения Во-первых, поломка трекера, что случается крайне редко Прибор устанавливается так, что его невозможно достать и отключить Не разобрав пол капота Во-вторых, если трекер отсутствует Перевозчик просто не оснастил транспортное средство им Однако в таком случае он нарушает федеральное законодательство И в-третьих, если перевозчик не зарегистрировал автомобиль в администрации города Соответственно, он не внесен в базу И отследить его невозможно К сожалению, таких в городе достаточно Но и на них есть управа Центр диспетчеризации имеет доступ к камерам программы «Безопасный город» Допустим, диспетчер заметил столпотворение маршруток на остановке Но в его программе одна из них не отображается Значит, она не зарегистрирована Разрешение камеры позволяет сделать фотографию госномера По этим данным уже идет выяснение обстоятельств непосредственно с владельцем маршрута Система проинформировала у нас о сходе транспортного средства маршрута номер 41 Мы проверили и действительно Маршрутка выехала за пределы города Об этом нарушении мы сообщаем диспетчерскую службу перевозчика 41-я маршрутка явно заблудилась, оказавшись рядом с Канашом Выезжать за пределы своего маршрута водители не имеют права, предварительно не уведомив об этом диспетчера Для этого в компьютерной программе обозначаются геозоны Если транспорт покидает ее, отчет об этом приходит немедленно Скорость обновления информации на сервере от 5 до 20 секунд в зависимости от качества GSM-связи в разных локациях Казалось бы, с помощью небольшого прибора можно выполнить несколько важных задач Оследить маршрут, оповестить жителей, проконтролировать добросовестность перевозчиков Но это еще не все В скором времени водителям троллейбусов даже не придется вручную управлять системой оповещения об остановках Тот же GLONASS Tracker, передавая информацию о геоположении, сможет с ней взаимодействовать И запись диктора, бегущая строка на табло внутри салона, если такое имеется, включается автоматически Мелочь, а приятно Что вы делаете в первую очередь, когда собираетесь в отпуск? Достаете самый большой чемодан? В современном мире есть дела поважнее Например, побеспокоиться о качестве и цене мобильной связи Вне зоны обслуживания домашней сети нас поджидает страшное слово роуминг Как сделать общение доступным в любой точке мира? Мы расскажем вам в следующем сюжете Вы ждали его целый год И вот он, долгожданный отпуск Время рвануть подальше от дома, вдохнуть свежего воздуха и отключить телефон Последнее, кстати, не удается почти никому Ведь нужно обязательно позвонить родным, сообщить, что с вами все хорошо Да и в целом рассказать, как отдыхается И тут, после того, как вы уже потратились на путевку, встает вопрос Как минимизировать расходы на мобильную связь? Ведь чем дальше вы уезжаете, тем дороже связь для абонента и самого оператора У каждого оператора есть желание обеспечить абоненту связь на всей территории планеты, где присутствует радиосигнал Поэтому операторы заключают между собой роуминговое соглашение И чем у компаний соглашений больше, тем больше ее абонентов возможностей за границей Фактически, оператор арендует ресурсы зарубежной сети для своих клиентов-туристов И сумма этой аренды зависит от курса валют Что он укладывает отпечаток на стоимость услуг для самого абонента Кроме того, звонок, сделанный вами из дома, допустим, в Египте, должен пройти длинный путь Из Чебоксарской сети через российские просторы и морские преграды до базовой станции рядом с вами на курорте Для передачи звонка на такое расстояние, почти в 5000 километров, задействуются транспортные системы родного, так и иностранных операторов, а порой и нескольких Этот процесс несет затраты А в поездках по России абонентам федеральных компаний подключение роуминга не требуется По данным Европейской комиссии по туризму, в этом году россияне не спешат выезжать за границу Но и внутри нашей страны расстояния играют значительную роль Мы решили проанализировать рынок предложений для путешествий по России И в результате сравнения нашли самый подходящий вариант По оценке информационно-аналитического агентства Content Review Самый доступный российский оператор по базовым тарифам на звонки и смс – Мегафон Компания предлагает своим клиентам, путешествующим по России, подключить опцию «Будь как дома» Тогда абонент в поездке по стране просто пользуется домашним тарифом Подсчитаем затраты Допустим, у нас подключен тариф «Переходи на ноль» Где звонки на все номера Мегафона Чувашии бесплатны? Мы едем в отпуск на 10 дней, например, в Краснодарский край За пределами домашней сети для вас входящие звонки обычно платные При подключении опции «Будь как дома» все входящие становятся бесплатными И мы имеем такой результат Подключение 30 рублей плюс абонентская плата 9 рублей в сутки Итого получаем 120 рублей расходов, только принимая входящие вызовы Если мы будем звонить домой сами и разговаривать по 5 минут Делая, например, 2 звонка в день на Мегафон, то расчеты будут выглядеть так Те же 120 рублей плюс исходящие домой, 2 вызова по 75 копеек в день, умноженные на 10 дней Итоговая сумма составит 135 рублей А если у вас пакетный тариф из линейки Мегафон «Все включено», к примеру, S То исходящие вызовы будут расходоваться из пакета Это целых 5 часов, то есть звонки домой будут и вовсе бесплатными В итоге получаем в расходах все те же 120 рублей Даже если пакет звонков закончится, то исходящие на других операторов Чуваши останутся по домашней цене А это 1 рубль 30 копеек в минуту А звонки абонентам Мегафона останутся бесплатными Кстати, опция «Будь как дома» распространяется и на пользование интернета То есть 3 гигабайта из пакета «Все включено» S можно тратить совершенно спокойно При этом у абонента Мегафона за пределами домашнего региона В любой точке России и в зарубежных странах всегда есть возможность бесплатно позвонить в контактный центр компании по номеру 8-927-111-05-00 А также уточнить размер баланса с помощью команды «звездочка-100-решетка» Если же вы поклонник зарубежного туризма, решение, найденное для вас, услуга «Весь мир» Ее главное преимущество – 30 минут в день входящих вызовов бесплатно Абонентская плата немного дороже – 39 рублей в сутки, но в расчете на 10 дней – это всего 390 рублей и целых 5 часов бесплатных разговоров Проще говоря, в отпуске чувствуйте себя как дома и отдыхайте с удовольствием И еще несколько советов от нашей программы Если вы подключили роуминг, но не можете зарегистрироваться в зарубежные сети, просто перезагрузите телефон Если и это не поможет, то выберите оператора вручную в настройках сети Если вы не собираетесь пользоваться интернетом в роуминге, то обязательно снимите галочку в настройках смартфона или планшета в пункте «Интернет-роуминг» А лучше заранее отключите услугу в салоне связи Дело в том, что кроме сообщений мессенджера, телефон может словить почту в несколько мегабайт или обновление программы Тарификация в роуминге поминутная, но не тяните разговор до 59 секунды Дело в том, что с момента нажатия кнопки «Одвой» до того, как команда дойдет до домашнего коммутатора, может пройти несколько секунд Деньги в роуминге списываются с задержкой, так что не удивляйтесь, если счет догонит вас по возвращении из отпуска Если у вас закончились деньги и домашний оператор вас заблокировал, неважно только исходящее или полностью То в роуминге у вас появится надпись «Нет сети» и вы не сможете ни написать сообщение, ни позвонить К счастью, сегодня есть очень много способов погасить задолженность Самый простой – это банковской картой или попросить друзей или родственников Будьте внимательны и всегда оставайтесь на связи Мир информационных технологий меняется слишком быстро Не успели вы приобрести себе новый гаджет, как появилась новая модель с большей производительностью и лучшими характеристиками А это значит, нам всегда будет о чем вам рассказать До встречи в следующем выпуске! Субтитры подогнал «Симон»